Как там ребята изводятся, еще впереди у нас 12 команд, они все переживают, все хотят сезон, вот, ну, встречаем следующий состав команды Сработаемся, команда Сработаемся из города Запорожье, ГТК, давайте, давайте, взорвемся, аплодисментами, громче, громче. Эй, всем привет, верня, с вами команда, сработаемся. Слушай, Владик, вот мы вышли уже на сцену, выступаем, а какому тренеру хотим, так и не решили. Не знаю, я хочу к полненькому Люсусу Малфою. Какому Малфою, Владик, это Васильская Безеяна. Слушай, а как тебе Оля Жуковцова? А с Олей у меня отдельный разговор. Блин, цветы забыл. Так я тебе помогу. Слушай, я слышал, что у тебя есть день рождения. Так вот, я приготовил для тебя подарок. Посмотри на меня. Теперь на вас. Теперь снова на меня. Ну что, размяла шею? Я называю это бесконтактный массаж. Слушай, давай с тобой сыграем в карты на раздевание. Упс, у тебя нет карт, я проиграл. Владик, ты идёшь? У неё муж и ребёнок. И что, она не заслуживает счастья? Как-то неловко, да? Неловко, когда себя всех блинецов в церковь не пускают. Почему? Ну, потому что, когда они крестятся, пентаграммы получаются. Ладно, давай не об этом. Слушай, это какой у тебя любимый Джиджей из Барракуды? Может, диджей? Может, и диджей. Я выучил одну букву английского алфавита. Вот у меня любимый Джиджей Абрамс. Так это режиссёр «Звёздных войн». Правильно я говорю, без «Звёздной войны». «Звёздной войны» — то, что Ивлеева снимает. То, что Ивлеева снимает, нельзя смотреть. Нельзя смотреть, когда глазок нет. Эх, это идеальная картошка получается. А давайте представим Иван Маск на автозаводе ЗАС. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Знаете, хотим вам сразу сказать, мы, конечно, не Тесла, но и вы не икона на бардачке. Да, я наслышан о вашем производстве. Стоп, а почему у вас краш-тест проводит обычный человек? Да потому, что манекен за доктор Черневского не согласился. Допустим. А как насчёт того, чтобы создать электрокарм? Чтобы до хрени швитоком билось. Ладно. Как вы смотрите на то, чтобы послать ваше производство, ну, куда-нибудь на Марс? Поверьте мне, его слали ещё дальше. Знаете, у меня есть отличная идея. Стоп, стоп, не надо слов. Я покупаю ваш завод за три литра Черниковского. Три? Всего три? Я думал, ты акула в бизнесе, миллиардер, филантроп. Я покупил за два. Ноль. А всем же известна такая площадка, как ТикТок. Так вот, после её закрытия давайте представим, что один из участников очередного ТикТок-хауса решил пойти работать на завод. Хэй, здорово! Господи, вы на собеседование? Да, чувак! Фух, ладно, с чего бы начать. А зачем вы вообще пришли к нам на завод? Хочу себе синий-синий-синий ломбопили, но и синяки не ожидают. Что за вред? Что вы вообще знаете о заводах? Я как полк не нужна. Как? За лицейку её вытаяла. Ты придурок? Ты дебил? Ты больной? Ты горишь, как огонь, я у меня огонь. Пошёл вон отсюда. Ну что, как вам собеседование, Максим Владимирович? Смотри на ногу, смотри на путь, как ты горишь, как огонь. Ноль. Слушайте, а вы никогда не задумывались, что делают 80% жителей Бердянска в период с октября по май? Попоку-куу. Да. Может, номера пойдём помоем? Попоку-куу. в рот вставим. Да вчера вставляли. А позавчера? Да и позавчера. Да и позапозавчера. А сегодня? А сегодня нет. Нет. Ноль. Знаете, пацаны, мы с вами, как я с Олей, сработаемся. Команда, сработаемся, город Запорожье! Итак, ну, уважаемые тренеры, обращаюсь к вам. У нас сейчас также небольшой временной промежуточек. И смотрим все на вас, подниметесь вы или нет. Поэтому уже, если хотите, уже можно. Зал поддерживает. Тренер-джокер Александр Цивилов, о вашем месте. Подождите. И Ольга Жунтика-Аксова! Итак, еще немножко, последние секундочки. Василий, Алина, Кирилов, нет? Итак, ребят, ну, вы первые, на кого поднялись наши тренеры. А поднялись еще раз тренер-джокер Александр Цивилов и Ольга Жуковцова. Мы делали вид, что мы думали, Оль. Да, мы очень долго думали. Мы играем вас. Итак, ну что ж, давайте поздравим аплодисментами. Команду сработаемся. У них тренер Ольга Жуковцова!